Приветствую всех! Блендер 2.81. В этом ролике хотелось бы разобрать снеговика, так как у нас второй раз за зиму выпал снег, настроение почти новогоднее, зимнее, и вы просите сделать, какой он персонажа, показать, как его делать, и потом как его анимировать. Вот выбрал я снеговика, надеюсь он вам подойдет как персонаж, там тоже кости интересно надо сделать, и посмотрим как получится анимация. Лепить будем снеговика в The Brush, и потом закинем его в блендер, и будем дальше с ним работать. Итак, вот The Brush 2019, открываем тулы, находим именно сферу, вытягиваем сферу, нажимаем Edit, Make, Polymesh, чтобы сфера наша, саптул стал активным. Альт, левая кнопка мыши, все это дело можем передвигать. Немного у меня ноут отступил, поэтому пришлось еще раз открывать сферу, вот такая штука. Смотрим, теперь включаем Flour, смотрим где у нас ось X, нажимаем X английскую, вот это здесь. Альт, левая кнопка мыши, уводим вдаль, уменьшаем сферу, теперь делаем в саптулах именно дубликаты, раз, два. Первый будет у нас тело, нижняя часть, это вот будет, наверное, второе тело. Включаем MOF, поднимаем сферу, находим X, отключаем симметрию, находим этот желтый квадратик, и немножко вот так все это дело подгоняем. Теперь вытягиваем голову дубликат, опять же X симметрию отключаем, и вот так вот будет голова. Немножко все это дело можно сплюснуть, переключиться на второй саптул, тоже это дело немножко сплюснуть, вот таким образом. Ну и нижнюю часть можно немножко X симметрию отключаем, растянуть, и немножко, ну тоже сплюснуть, чтобы прикольно было. Имеем три сферы. Теперь нужно что? Так, shift, левая кнопка мыши выравнивает модель. Теперь нужно нам поставить именно глаза. Глаза будем делать, можно опять же добавить сферу append, немножко ее уменьшить. Смотрим, что тут с ней получилось, опять же, уменьшить. Подвести ее вот сюда, развернуть левой кнопкой мыши, вытянуть вперед, и найти голову, немножко еще глаз можно сплюснуть, и подсобачить его где-то вот сюда. Так, смотрим что-то как сверху, выравниваем, смотрим, чтобы уродом не был. Теперь заходим в геометрию, находим Modify Topology, Mira and Well. Делаем зеркалку. Вот так. Ctrl Z. Не туда я его подвел. Попутал оси. Ну вот пусть будет тут глаз. И немножко его вот сюда. И немножко растянуть. Пойдет Mira and Well. Вот два глаза есть. Также можно все это дело продублировать и сделать зубы. Что еще можно сделать? Ну, можно зубы просто нарисовать. И вот стандартная кисточка у нас. И можем просто иксиметрию включить. Ну, и где-то вот тут нарисовать вот такие вот, типа, зубы. Ну, вот что-то в таком духе получается. Страшно, конечно, но не суть дела. Так, с чего сделать теперь? Append сделаем с конуса нос. Переключаемся на конус. Можно это все дело вбок вот так вот увести. Так, немножко теперь это все дело вот так вот вытянуть поострее. Добавить. Ctrl-D. Сделать теперь ему можно дайномеш, чтобы он был мягкий. Или так, Ctrl-D. Добавить полигруппы. Полигонов чуть-чуть побольше, чтобы он был мягче. Так, теперь все это дело можно мов уменьшить, развернуть, повернуть. И вот так все это дело вставить. Смотрим, что тут да как. И немножко вот так его можно нос побольше, можно нос поменьше. Ну, вот сами посмотрите, у кого такой прикол будет. Так, ну, что еще можно сделать? Так, D-Low удаляем полигруппы. Сабдивайды, сабдивизии. Так, теперь находим глаза. Здесь можно добавить веки. Ctrl-Z. Кисточку можно взять. Вот эту клейбилдоп. Включить симметрию. И немножко вот так вот нарисовать веки. Shift-левая кнопка мыши немножко выгладит. Ну, вот такой вот уже прикольный будет персонаж. Ну, теперь нужны нам руки и кисти. Так, теперь находим append, добавляем цилиндр, переключаемся на цилиндр. Вытягиваем его вот так вот и немножко уменьшаем. Вытягиваем вбок и еще немножко уменьшаем и немножко еще вытягиваем. Вот так вот. Перекручиваем гизму и вот так вот все это дело вставляем. Можно еще немножко поменьше, потонше сделать, как веточки, чтобы были. Опять же, можно все это дело досконально пролететь. Ну, я показываю, как это все дело работает. Время тоже уходит на монтаж, на лепку. Так, теперь зажимаем Ctrl и вытягиваем дубликат. Немножко его перекручиваем и немножко подгоняем, чтобы локоть был ровно. Так же, ветка нам пока не нужна. Да и он так лучше будет смотреться и сразу будет видно, где локоть. Так, ну вот, что-то в этом духе. Снимаем выделение. Можно немножко еще все это вместе уменьшить, чтобы рука большая не была. И подогнать. Так, теперь нам поможет кисточка вот эта MME TUN 52. Я уже за нее показывал. Теперь нужно, здесь вот можно ноги выбрать. Ну, экономит время, конечно. Так, ну вот, три пальца пойдет. Вытягиваем кисть. Переключаемся на стандартную. Опять же, MME TUN 52. Все это дело подгоняем. Уменьшаем. И опять подставляем к нашей ветке, к лапе. Чуть-чуть перекручиваем. Ну, словом, смотрим, чтобы она тут стала более-менее. Смотрим, как тут она выглядит. Чуть-чуть еще можно ее припустить. Если где-то что-то как-то, то заходим в кисти и находим или MOF Elastic, MOF Topology, или просто кисточку MOF. Делаем драфт-сайз побольше. Вот так вот. И чуть-чуть подгоняем. Можно все это объединить, сделать динамеш. Она склеится, а потом сделать заремеш. Так, ну вот, рука у нас есть в геометре. Теперь модифит по вот же Miro and Well. Можно ноги добавить. Ну, это, в принципе, если для ходьбы. Он у нас будет просто прыгать. Потом, может быть, делал уже и ходьбу этому персонажу. Так, ведро я делал именно в блендер. Так, как это все делается? Заходим в режим редактирования. Вот именно куб. Нажимаем Alt M. В центре жмем объединение. И теперь единица на нампаде. Жмем английскую E. И давайте сделаем ведро. Вот, когда у нас есть вот такая заготовка. Теперь мы все это дело выбираем. Можно нажать английскую. Ставим теперь семерку на нампаде. Находим вот эту функцию именно прокрутить. И вытягиваем наше ведро. Вот так. В объектный режим заходим. Вот наше ведро готово. Можем его импортировать уже в ZBrush. Все быстро, все хорошо. Так. И вот опять ZBrush. Теперь берем, импортируем. Так, прежде чем импортировать, надо сделать дубликат. Иначе Subtool заменит другая модель. Заходим в Subtool. Находим любой Subtool. И делаем ему дубликат. На это место сейчас установится именно ведро. Находим, где оно у вас сохранено. Смотрим, что да как. Вот он, Ted. Young Light. Импортируем ведро. Делаем ему Skyl. Уменьшаем. И подставляем к голове. Смотрим со всех сторон. Чуть-чуть еще можно прибавить. Ну и немножко подогнать. Вот так вот. Можно немножко еще перекрутить. Типа как. Блотной, чтобы был. Ну вот такое ведро уже у персонажа на голове. В принципе, персонаж готов. Тут можно ему добавлять еще ручку для ведра. Где-то что-то, где-то прорабатывать. Нанести какие-то текстурки. Ну давайте его раскрасим. Находим кисть стандарт. RGB зад отключаем. И вот по сапту вам все это дело будем украсить. Так, белый цвет. Ведро будет у нас серое. Можно тут уже их симметрию включить. По симметрии раскрашивать, чтобы быстро было. Так, ведро у нас есть. Теперь включаем. Так, что у нас дальше идет тело. Вот середина. Так, это что у нас тут такое? Это у нас, по-моему, глаза нет. Вот они наши глаза. Можно их сделать красными. Можно сделать черными. Вот так. Дальше вниз опускаемся. Находим нашу морковку. Делаем ее красной. Вот таким образом. Находим теперь голову. Так, вот они. Давайте руки раскрасим. Выберем, допустим, зеленый цвет. Это будут у нас перчатки. Или руки. Теперь выберем коричневый цвет. Нет, коричневый вот тут. И коричневым цветом сделаем вот так вот. Руки. Так, что еще у нас есть? Вот она голова. И теперь немножко рот ему подкрасим. Можно не черным его делать, но, в принципе, пойдет. Так, кисточку чуть-чуть побольше. Ctrl-Z. И вот так все это дело. Где-то темнее, где-то светлее можно понамазать. Ну и можно еще вот так, если сделать красную, раз. И полоску вот так еще протянуть. Вот таким вот образом. Ну, типа улыбается. Можно ему уши еще добавить там. Ну, словом, вариантов много. Так, что еще можно сделать? Теперь можно найти кисточку Moff Topology. Сделать Draw Size побольше. И немножко все это дело изменить. Так, где-то чего. И ксиметрию включаем немножко, вытягиваем. Чтобы он не был такой ровный прям. Вот таким образом, чтобы прикольнее был. Так, теперь нижняя часть. Вот так вот. Если где-то что-то вы вытянули, не хотите возвращаться на шаг назад, это делается вот тут, то можно использовать Mirror and Well. Ну, вот что-то так. Еще можно тут добавить, конечно, лапы. Так, задницу немножко вот так. Это чуть вперед, чтобы прикольно смотрелось. Ну, вот таким вот образом. Так, еще немножко можно поднять. При этом что делаем? Нужно теперь объединить вот эти вот топтуры. Как это будем делать? Так, вот у нас есть голова. Это вот у нас глаза. Глаза опустим до головы. Делаем Merge. Merge Down. Окей. Что у нас тут получается? Находим морковку. Поднимаем ее под голову. Если она вот где-то далеко от головы находится, то жмем Merge Down. Окей. Вот объединены теперь глаза. Нос. Ну, словом, голова сделана. Ведро не трогаем. Ведро отдельное будет. Часть. Голова отдельная. Часть. Нам нужно теперь вот найти середину вот этого тела. Вот оно найдено. Опустить его вниз. И найти руки. И все это дело Merge Down. Окей. Объединить в один сопту. Теперь делаем Ctrl W. Назначаем одну полигруппу. Так, что еще тут? Ведро отдельное. Тело отдельное. Теперь нужно все это дело развести. Так. И к симметрии отключаем. Поднимаем голову вот сюда. Теперь поднимаем чуть-чуть повыше вот это тело. Так. Смотрим, что да как. Делаем всему этому Ctrl W одну полигруппу. Теперь объединяем все это в одно дело. Жмем Merge Down. Merge Down, Merge Down. Вот получился вот такая штука. Разные полигруппы. Нам не нужно Ctrl W. Ставим. Теперь делаем дубликат. Ставим. Теперь отключаем кисточку. Видимость. И вот первый сопту. Геометрии давайте сделаем ему Zerimish. Вы видите, что цвет потерялся, да? Нужно его вернуть. Вот для этого нам понадобится второй вот этот сопту. И теперь сделаем Project Owl. Project Owl. Он говорит, свет прилепить. Да, цвет тоже прилепить. Что сделать? Вот кисточка включилась. Нижний сопту мы теперь отключаем. И вот у нас получается теперь персонаж. Заходим в Z-плагины. Находим вот этот UV-мастер здесь. И нажимаем Work on Clone. Теперь нажимаем On Wrap. И делаем всему этому делу развертку. Сейчас он здесь вот вверху прогонит всё это дело. Как у меня тупит ноут, кто бы знал. Сегодня у него какой-то криз. Открываем Z-плагины. Находим UV-мастер опять. И теперь нужно... Я не буду менять вот эту вот... Резать развертку. Она меня и так устраивает. Находим Copy UV-S. Находим вот этого нижнего персонажа. Нажимаем, копируем цвет сюда. Находим Z-плагины. Находим Past UV-S. И жмём на персонажа. Находим теперь UV-map. Находим Morph UV. Так, что тут у нас получилось? Зум. Вот такая развертка прикольная. Красочная. Ну и теперь надо вот этого персонажа сохранить. Жмём Export. И сохраняем на любое рабочее место, переименовывая. Допустим, там Снеговик. Сохраняем, сохранить и так далее. Всё, с этим делом мы закончили. А, кстати, ещё раз напомню, как здесь сохранять развертку. Находите текстуры Map, находите Crit, находите New From Polypaint. Подгружается развертка. Жмёте Clone TXT. Она появляется вот здесь в текстурах. Нажимаете левой кнопкой мыши на неё. И смотрим, что да как. Экспортировать. Нажимаем. Выбираем формат PSD, JPEG, PNG, BMP. Переименовываем. Ну и словом, сохраняем туда, куда вам надо. Всё. С этим делом закончили. Так, ухожу из-за Brass. Теперь идём в Blender. Итак, Blender, Delete, удаляем куб. Находим файл. Находим Import. Формат OPS. И находим вот этого снеговика. На рабочем столе. Вот такой снеговик. Вот так он выглядит. Единица на нампаде. MOF нажимаем немножко. Это всё дело выше поднимаем. Вот типа уровень горизонта. Единица на нампаде. Смотрим, как он раскрашен. Рендер нажимаем вот эту вторую, третью сферу. Вот такой снеговик. Вот так он раскрашен. И вот так он выглядит. Так, зачем вот это всё нужно было, да? Так вот поднимать все части. Потому что сейчас будем вставлять кости. Заходим в Select Box. Отключим. Добавить. Добавить арматуру одна кость. Находим вот это вот настройка данных объекта. Отображение во Viewport спереди. И вот как делаем. Заходим теперь в режим редактирования. Выделяем вот эту косточку. Ужмём S. G английская поднимаем. Shift D копируем. Поднимаем S уменьшаем. G опускаем. Опять же Shift D копируем. И Shift D копируем. Так, теперь смотрим, чтобы косточки ровно стали. Всё нормально. Следом, единица на нампаде. И что делаем? Вот надо теперь руки сделать костям. Так, вытягиваем теперь кость. Е. Нажимаем на неё A. Альфы. Очистить родителя. Теперь её же выбираем. И жмём. Вот теперь вот сюда ведём. Вот сюда. И вот кисть делаем. Пальцы я не буду анимировать. Вы уж извините. Так. Вот такая штука. Находим локоть. Находим плечо. Ну, вот такая вот задача. Чтобы, когда вы будете сгибать руки, вот этот снежок сильно не деформировался, ну, тут можно уже, допустим, вот так вот раз. Е. Вытянуть косточку. Опять же, выделить её. Челчком левой кнопкой мыши. Альфи. Очистить родителя. Теперь G. Вот так вот. И немножко опять же покрутить, вот таким вот образом. Ну, чтобы держало форму типа. Вот тут. Так, теперь вот эту кость. Шифт. Вот эта кость. Ctrl-P. И повсет. Теперь вот эту косточку. Шифт. Левая кнопка мыши. Соединяем. Ctrl-P с этой косточкой. Так, что ещё тут получается? Тут немного единица на нампаде G. Корректируем. Подгоняем. Где-то что-то ровно припускаем. Вот так вот. Теперь вот это всё копируем. Шифт. Левая кнопка мыши. Выбираем косточку, которая не скопировалась. Шифт. Делаем копию. Челчок сбрасываем. Или правая кнопка мыши. Нажимаем симметрия по X-Global. Теперь с помощью MOV. Всё это дело вот сюда вот так вот вытягиваем. Зеркалку. Вот эту косточку. С великбок снимаем MOV. Вот эту косточку теперь в Шифт. Вот с этой Ctrl-P объединяем. А вот эту косточку вот с этой Ctrl-P. Сохранением. Так. Здесь ещё нам нужно вытянуть дополнительные косточки. Это E. И вот здесь вот так вот E. Выделяем косточку. Находим настройка кости. Вот эту деформацию и отключаем. И вот этой косточке тоже отключаем деформацию. Теперь выделяем косточку Alt-P очистить родителя. И с этой делаем точно так же Alt-P очистить родителя. Теперь вот эту косточку выделяем. Вот эту Ctrl-P с сохранением взаимного движения. И тут так же делаем Ctrl-P расположение. Нижнюю кость вот эту не будем объединять. Нам достаточно, что вот эти есть. А эта часть будет ну вроде потому что потому. Так, теперь тройку в семёрку на нампаде добавим. Так, теперь зайдём в режим позы. И сделаем именно вот этой косточке и Shift вот этой. Сделаем Ctrl-Shift-C и Inverse Kinematic. Ну и тут тоже так же вот эту вот косточку выбираем. Вот эту и Ctrl-Shift-C и Inverse Kinematic. Теперь вот этим косточкам ставим в настройках влияние на три кости. И вот этой косточке ставим влияние тоже на три кости. Так, чтобы они вот так вот плавненько всё это дело сгибали. Так, что ещё тут не так? Ну, в принципе, всё так. Теперь заходим в объектный режим. Семёрка на нампаде. Добавляем Mesh, добавляем плоскость. S в английском нажимаем. Так много не надо. Где-то вот так. Теперь добавить Mesh, добавить куб. Делаем чуть-чуть вот так S. И теперь транспозом вот так вот уменьшаем. Типа будет ледник, лёд. Его можно, конечно, вылепить, сделать более прикольным фигурным. Ну, ничего. Для объяснения будет вот так вот. Теперь Shift D. И ещё делаем вот сюда вот. Вот он будет прыгать отсюда, вот сюда. Здесь вот можно чуть-чуть пошире сделать. И немножко подальше отвести. Ну, в принципе, всё нормально. Вот так вот. Так, пока план можно отключить, чтобы было виднее. Выбираем вот эту часть. Выбираем вот эту часть. И дальше уже давайте я не буду показывать, как там что. Я вам покажу уже по прошлым роликам. Вы видели, наверное, как уже это дело происходит. Как происходит работа с костями. Так что время, наверное, тратить не буду. Единственное, покажу вам вот эти вот этапы. Так, вот у нас первый этап. Вот у нас снеговик. Это вот второй этап. Третий этап. Он чуть-чуть вылазит вперёд. Так, сейчас я ещё кости отключу. Сетка вот, чтобы виднее было. Это вот четвёртый этап. Уходит голова вперёд и руки вперёд. Следом вот так вот. Пятый этап. Голова стремится вверх. Ведро тоже летит кверху. Руки тянутся вперёд. Они же вроде как толкают тело. Так, чё тут ещё у нас? И вот пошла динамика. Вот это уже у нас 3, 6, 7 кадр. Здесь вот у нас уже 8. Он уже перелетает. И вот ориентир на посадку. Более-менее такой выкрученный. Следом вот он опять растягивается. И вот следующий этап. Приземляется сначала тело, руки и нижняя часть. А голова с ведром ещё в полёте. И вот теперь уже под конец. Он приземляясь, его сплющивает. Сдавливает как бы. Голова давит на вот эти 3 части. Они сталкиваются и сжимаются. Ну где-то так. Так, следом вот они чуть-чуть остановились. Потом он распрямляется. Поворачивается. Поднимает руку. И в бок как бы откатывается. Вот такая штука. Ну и давайте рассмотрим, как всё-таки работать с этими костями. Нижняя кость у нас не привязана. Мы её можем G. Видите, что двигать отдельно. Можем её R. Английская перекручивать. Там так-то сминать. Ну, словом, вот она у нас свободная. Так, голову мы тоже, она привязана именно к кости тела. Вот к этой косточке. И голову мы поднимаем уже тут именно с ведром. И ведро у нас работает отдельно. Так, ну с руками по прошлым роликам, наверное, проблем не будет. Вот вы берёте вот эту косточку. Вот эту. И вот вы ими тут регулируете назад, вперёд. Эту косточку можно тоже приподнимать. Вот вы видите, как она себя ведёт. Так, вот эту вот косточку R можно выкручивать. Ведро можно выкручивать G. Ctrl Z, Ctrl Z. И G теперь можно её вот хоть сюда вытягивать. Вот можно сейчас голову сюда вытянуть. Потом вытянуть сюда тело. Подогнать уже потом руки. Вот так. И уже вот эту часть можно перекрутить. Вот разлетелся как будто снеговик. Внешность у него будет вот такая вот. Также можно здесь руками тоже регулировать. Где-то что-то сгинать. Можно даже как будто руки держат голову. Это вот будет вот так. Так, это вот так. И вот так вот. Теперь возвращаем G вот эту голову сюда. И вот как будто... Ещё чуть-чуть перекрутить. Он прыгает, держит голову. И вот так вот летит. Ну, а тут уже траектория, динамика. Вот такая штука. Всё, пишите. Вконтакте. Если задавайте вопросы, чем смогу, тем помогу. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok